МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Прошу, присаживайтесь. У вас с наступающим праздником. Хочется сказать, да, самое главное, и вообще первый вопрос, наверное, даже так хотелось бы задать. Ну что, 8 марта, наконец-таки что-то уже подарят ли вам ваши мужчины, если они вообще есть в вашей команде? Ну, в вашей команде-то нет, но в коллективе. Ну, в коллективе у нас есть еще один тренер. Так. А он мужчина. Ну, пока не знаем, мы в ожидании. А вот, получается, тренер будет скидываться сам собой на всю команду, чтобы подарки купить? Не знаю, посмотрим. Исключено. А вот мне всегда было интересно, женщины-футболистки, они о чем мечтают? О новых кедах, бутсах, щитках, может быть? Или нет? Необычный, оригинальный подарок. Участие в мировом чемпионате или... В азиатских играх, в отборочных. Бахту, да, мы вам дадим микрофончик, в него не обязательно петь, в него можно просто говорить. Значит, вы сказали, что в чемпионате, да, участие? Да. Интересно. А бывало ли такое, что вам приносят, ну так скажем, а вот, вот, держите тебе, например, новые, новые бутсы, и ты такая, типа, о чем вы, зачем? Мне нужна была вообще эта плойка или что-то такое? Нет. Плойка тоже нужна. Новый утюг. Ах, вот в чем дело. Значит, футболисткам не чужды, скажем так, женские причуды. Это, видимо, как раз таки мы стереотипы сейчас будем развеять. Да, стереотипы ломаем. Требезги, пух и прах разносим. Расскажите, какие у вас уже свершились за 2016 год? Может быть, какие-нибудь матчи уже провели? Ну, на данный момент проходят у юношеской сборной, проходят как товарищеские матчи среди женских команд. Просто пока тренируемся, готовимся к последующим играм предстоящим. Много ли в 2016 запланировано участия в разнообразном количестве мероприятий? Юношеская сборная вроде готовится к отъезду к отборочным. Вот, они у нас усердно тренируются, несмотря на все праздники, несмотря на погоду, условия. Они тренируются, тренируются и тренируются. Все мы знаем. 8 марта же будете отдыхать все-таки? Нет, все равно мы во все праздники, несмотря это, какие будут. 8 марта не помеха. Да. Бахтыгуля, а вы-то будете отдыхать 8 марта? Даже не знаю, но будем тренироваться, наверное. Посмотрите на эти прекрасные женские лица, которые, не зная отдыха, трудятся для того, чтобы подниматься выше и выше в рейтинге FIFA. Вот, кстати говоря о нем. Все мы знаем, что мужская сборная застолбила за собой 105 место. А вот женская сборная может какими-то результатами похвастаться? Пока я не знаю, на каком месте. Пока мы можем похвастаться тем, что мы даже 8 марта приходим на поры для того, чтобы обрести новые навыки владения мячом. Верно я говорю? Да, все равно. Бахтыгуля, вот вы сейчас принесли с собой какой-то мяч, я хотел как-то его... Какое-то сферическое вещество. Какое-то сферическое вещество. Твердое вещество. Да. Что-то с ним будете делать, Бахтыгуля? Фокусы, Бахтыгуля. Покажу, какие-нибудь финты. Какие-нибудь финты. А долго учились этому? Да. Сколько? Ну, мы на тренировках учимся, просто делаем. Ну, понятно. А сколько лет, например, нужно приходить на тренировки, чтобы овладеть какими-то финтами? Сколько мячей нужно, чтобы овладеть этими финтами? Сколько тренировок, сколько мячей, сколько времени? Четыре года играю уже. И многому научилась в футболе. Типа, ребят, вы еще, я... Я мастер, я профи. К чему слова, когда можно все это показать? Бахтыгуль, я думаю, дорогу вам. Да, давайте я подержу микрофончик, а вы берите то, что вам... А вас крупным планом покажем, как вы научите всех мужчин в Кыргызстане финтить. Так. Чем-то лягу напоминает? Напоминает. Называется ли вот каким-то образом то движение, которое сейчас делаю Бахтыгульным? Каким-то определенным термином. Вот это просто жонглирование. Ничего, Бахтыгуль, вы разбиваете... Это все поле, это все поле. Братаря нету, поэтому наша студия полностью в вашем распоряжении. Это называется, как вы сказали, Светлана? Просто жонглирование. Просто жонглирование, да? Контроль мяча. А вот то, что Бахтыгуль подкидывает и как-то вот так вот сбоку... Ну, это тоже финт, но я не знаю, правда, как он называется. Но... У нас большинство финтов, ну, финтов они не называются, да. А самый сложный Бахтыгуль, который доводилось вам делать? Вокруг света. Как? Вокруг света. Вокруг света. Финт называется вокруг света. За 80 дней ему обучается, поэтому... Да-да-да. Это когда с мячом бежишь через все страны. Сквозь там... А ты Джеки Чан при этом. И при этом ты Джеки Чан, да. Бахтыгуль, спасибо большое. В принципе, это было здорово. Но вопрос возникает в следующем. Все-таки жонглиож с мячом, это все-таки какая-то такая другая разновидность футбола. Несколько несоревновательная. Так ли это? Ну, жонглированием тоже можно соревноваться. Кто больше сделает, допустим. Ну, то есть в тренировках это все применяется. Да. И это можно использовать во время дриблинга, самое главное. Потому что великие футболисты показывают, что это все применимо на поле. И вам спасибо большое, Светлана, большое спасибо большое, Бахтыгуль, за то, что пришли, попинали мячик. Вот мы бы с радостью к вам присоединились. Мы тут кое-что другое опинаем, а вы пришли попинали мячик. В общем, это было здорово. Мы желаем вам только больших побед и больших успехов. Если как-нибудь научитесь вокруг света, то обязательно приходите к нам и покажите. Большое спасибо. Ждем вас в гости еще, а мы движемся далее. Субтитры сделал DimaTorzok